Всем привет! С вами Владислав и канал ноутбук 31. Сегодня у нас в обзоре восстановленный айфон 5s. Заказали мы этот телефон старого скола. Телефончик восстановлен. Естественно пересобранный, восстановленный телефон. По цене 8000 рублей. Вот у нас такая вот коробочка приходит. Коробочка у нас сразу же немножко грязненькая, немного потертая. Вот видно что она далеко не новая. Сзади у нас 16 гигабайт. Это айфон спейс грей 16 гигабайт. Вот такая вот коробочка. Посмотрим что внутри. А внутри нас ждет, вот она красавчик. Айфон 5s. Ну по крайней мере телефон в наличии, это уже хорошо. В общем сразу видно пузыри. Такого не бывает в оригинале, когда телефон с магазина Apple. Экран не совсем темный. Видно что здесь светлый экран, то есть он заменен. Камера стоит немножко неровно. Немножко ниже. Но в целом, в целом неплохо. Так, беру его в руки. Значит, корпус видно новый. Даже в пленочке типа. Вот. Камера задняя стоит практически ровно. Болтики не слизаны. Все хорошо с ним. Собран, так сказать, добротно. То есть пересобран он. Вот. Вот такое добро можно приобрести за 8000 рублей. Сейчас мы его включим. А включим мы его после обзора. Что у нас в комплекте. А в комплекте у нас вот такая скрепочка. Вот она у нас внизу. Вот как-то так собрано все. Внутри у нас наушники. Видно что использованы. Блачок с логотипом Maple. На вид почти новая. Вот. И кабель. Не совсем китайский. Не совсем плохого качества. Вроде бы даже ничегошный. Вот такие у нас комплектующие идут к телефону. Все. Будем включать телефон. Итак. Включаем телефончик. Телефон благополучно начинает запускаться. Итак. Телефончик включился. Сим-карта не вставлена. В общем-то все работает. Смотрим. iCloud нет. В основных обустройствах у нас 16 гигабайт. Все как и положено. В принципе. Даже с отпечатком, кстати. Заявлено, что отпечаток работает. Заходим в Touch ID и пароль. Добавить отпечаток. И у нас. Вот он отпечаток. Отпечаток работает. Батареечка почти полная. Кнопка, конечно, жмется так себе. Кнопка Home. Звук неприятный. Даже можно сказать противный. Вот камеры. Камера работает. Переднюю камеру не буду включать. А то вы меня увидите. И у нас, в принципе, все с телефоном нормально. Даже работает GPS. Все. Сейчас покажу по компьютеру, сколько ему лет. Итак, вот у нас серийный номер этого устройства. Так. И я использую сайт для проверки айфонов. SN Deep Info. Сайт показывает, сколько телефону лет, какой он цветом, модель, код фабрики и так далее. В общем-то, из этой информации по телефону видно, что телефону 4 года и 9 месяцев. Конечно, уже много. 5 лет телефону. То есть мы покупаем 5-летний телефон за 8000 рублей. Пересобранный. Да, вот такие дела. В общем, сейчас я вам покажу кое-что еще. Итак, этот обзор будет необычный. Чем необычный? А тем, что я сейчас его открою и покажу вам, что внутри. То, что не покажут другие видеообзорщики. Вот. Сейчас будем телефон разбирать. Вот они, наши две коронные отвертки. И смотреть, что внутри. Итак, то, что я и говорил, мы видим. При открытии. Одну пломбу, вторую пломбу и третью пломбу. Еще и четвертую. То есть китайцы налепили 4 пломбы. Аккумулятор, естественно, не оригинальный стоит. Сенсор, конечно же, оригинальный Touch ID. Вот. Этот шлейф нижний тоже не оригинальный. На нем есть какой-то значок. Вот он, он, значок китайский. То есть телефончик видно, что пересобран. Да. И, кстати, телефон был залит. И видно, что отпечаток, где отпечаток у нас, вот здесь вот, у нас залитие. Собрал я полностью телефончик в корпус. Телефон работает, отпечаток работает. Вот. Что я могу сказать напоследок? В общем, либо попадется, либо такой телефон, какой он есть. Вроде бы все работает. Сколько он проработает, еще неизвестно. Либо покупать новый в магазине с гарантией. Но уже SE. Пятерочку уже не найдете. В общем, это был обзор iPhone 5s восстановленный. Спасибо всем, кто посмотрел этот ролик. Я желаю удачи в ваших покупках. Еще увидимся. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok